И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена Сутьфии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мыды, Яков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Исквиот, который и предал его. Евангелие от Матфея Иерусалим. Середина тридцатых годов нашей эры. Община верующих в Мессию Израиля, воскресшего Иисуса Христа, становится все больше. Фарисеи требуют репрессий, и церковный суд Синедрион приговаривает к побиению камнями яркого проповедника нового учения Стефана. Если распятие было именно римской казнью для неграждан, то древнееврейская казнь в библейские времена была побиением камнями. Самого первого христианского мученика казнят прямо за городской стеной. Среди палачей благочестивый юноша по имени Савл. Когда убивали Стефана, Савл был еще слишком молод, чтобы участвовать в такой казни. Поэтому он только помогал, сторожил одежду тех, кто кидал камни. Узнав, что новое учение нашло множество последователей и в Дамаске, Савл получает у первосвященника особые полномочия и отправляется туда на борьбу за чистоту веры. За нами находятся Дамасские ворота старого города Иерусалима, которые так называются, поскольку именно от них начиналось шоссе, которое вело в Дамаск. И апостол Павел выходит в свой путь на Дамасскую дорогу. Направлялся он в Дамаск для того, чтобы мучить христиан. Актуальное и сегодня занятие тех местах. Дамаск, видимо, было то место, где христианская архина была достаточно многочисленна. Более того, именно в тех местах христиане впервые стали называться христианами. По пустынным сирийским дорогам Савл и его спутники идут больше недели. Они уже приближаются к Дамаску, когда происходят встречи. Он увидел яркий свет и, пораженный, упал на землю и услышал, как Иисус обратился к нему. Он спросил, кто ты? А в ответ, я Иисус, которого ты гонишь. Придя в Дамаск, Савл тут же принимает крещение и немедленно отправляется проповедовать Христа. С той же пылкостью и убежденностью, с которой он преследовал христиан, теперь он несет в мир благую весть. Очень важно, что вот эта встреча с воскресшим Спасителем, которого мы не видим своими обычными глазами уже, тем не менее, была для апостола, как и для многих из нас, не менее явной, не менее действенной, чем встреча с Господом для других людей при его жизни. Савл, будущий апостол Павел, родился в иудейской диаспоре, в городе Тарсе, столице Киликии, нынешней юго-восточной Турции. Савл, а точнее Шаул, это очень традиционное иудейское имя. Это имя царя из колена Вениамина, к которому относилась и семья Павла. По семейной традиции Савл был фарисеем, то есть последователем очень старой религиозной школы, лежащей в основе современного иудаизма. От отца ему досталось римское гражданство. И тем не менее, вот этот эллинизированный житель еврейской диаспоры, обладатель римского паспорта, как бы сегодня сказали, оказывается в Иерусалиме. Сюда Павел приехал учиться и попал к раввину Гамалиилу, самому известному и уважаемому книжнику в Иерусалиме. У него Павел научился всевозможным приемам толкования Торы. Когда в Иерусалиме среди иудеев появляются группы учеников Христа, которые проповедуют, что сам Бог пришел на землю, Савл, как и всякий фарисей, видит в этом страшную ересь. И вот, как такой соблазн апостол Павел и воспринимал христианство, как такую ересь, как неправду о Боге. И, соответственно, со свойственной ему горячностью он с этим начинает бороться. Бороться с учетом тех методов, которые в религиозной борьбе на Востоке используются и до сегодняшнего дня, к сожалению, и в наше время, просто до смертоубийства. Встретив на пути в Дамаск самого Спасителя, Савл возвращается в Иерусалим новообращенным христианином. Но местная община учеников Христа его не принимает. Все с большой опаской смотрят на вчерашнего гонителя. Апостол Павел в Иерусалиме оказывается изгоем. Его не признает христианская община, не доверяет ему. В то же время и иудейская община его воспринимает как перебежчика, изменника. Павел утверждает, что после воскресения Спасителя внешние постановления иудейского закона не имеют смысла. Он проповедует свободу во Христе, которая скрепляется только любовью Бога к человеку и человека к Богу. И в этом он даже оказывается радикальнее многих лидеров христианской общины Иерусалима, которая требует, чтобы новообращенные из язычников исполняли все предписания закона Моисея, в том числе и обрезания. Апостол Павел, который сам принадлежал разным культурам, можно сказать, в силу своего такого эллинистического, эллинизированного еврейства, он, конечно, решил, что все эти вещи для обращенных ко Христу язычников совершенно не важны. Потому что цель не в том, чтобы их превратить в евреев, а в том, чтобы человек подлинно стал членом церкви с большой буквы. Для решения этого вопроса, на каких условиях принимать в церковь язычников, лидеры христианских общин проводят Первый апостольский собор в Иерусалиме в 49-м году нашей эры. Собор решил, язычники не должны подчиняться закону Моисея, а должны только воздерживаться от идоложертвенной пищи, от блуда, от удавленной и от крови. Узнав о благодати, данной мне, Иаков, Икифа и Иоанн, которые были почитаемы столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезам. После разрешения вопроса о крещении язычников проповедь Павла становится еще успешнее. Позади его первое миссионерское путешествие в Сирию. Впереди еще три. Ни один апостол не обошел столько стран и городов, сколько Павел. Павел был путешественник номер один. Сегодня он мог бы стать рекламным лицом турагентства или авиакомпаний. Римская империя – огромная территория, где почти не было границ. И если ты римский гражданин, как Павел, если ты можешь себя прокормить, как он, если ты владеешь греческим, ты можешь путешествовать по миру. Павел собрался дойти до Испании, на западе, а с другой стороны – на востоке. Он бывал в Антиохии и в Сирии. Его апостольская задача – пронести Евангелие и создать общины верующих во Христа по всей Айкумени – Римской империи. В каждом городе Павел остается по нескольку дней, месяцев или даже лет. Сначала он всегда шел к соплеменникам иудеям в синагогу. А в синагогах было принято вести дискуссии. Павел же был очень харизматичным человеком, прекрасным оратором и собеседником. Он вовлекал, убеждал людей. Я уверена, что сегодня он был бы телезвездой номер один. Некоторые иудеи принимают его проповедь, но большинство гневно отвергают ее. И тогда Павел обращается к язычникам. Эта аудитория ему хорошо знакома, ведь он вырос в языческом тарсе. Благодаря непревзойденному успеху его проповеди среди народов самых разных верований, христиане с тех пор будут называть Павла апостолом-язычником. Сам Павел писал о высокой цене, которую он заплатил, неся благую весть в языческие страны. Много раз его били, хлистали плетьми, забрасывали камнями, сажали в тюрьму. Его все время преследовали опасности. Проповедуя в крупных городах, Павел создает там христианские общины, которым позже будет писать свои знаменитые послания – Коринфянам, Эфесинам, Фессалоникийцам. Этими письменными проповедями он будет и на расстоянии руководить жизнью новообращенных. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Павел путешествует не один. С ним всегда верны спутники и помощники. Один из них, верно самый близкий, молодой грек, врач по профессии Лука, будущий евангелист и биограф Павла. Судя по всему, у Павла слабое здоровье. Он сам пишет, что ему дано жало, вплоть, которая его мучает. Про то, что дан мне агил сатанин, плоть мою, и что трекраты мою Господу доступят. Остается камнем преткновения среди комментаторов. Некоторые считают, что это был некий человек, который вредил Павлу. Кто-то считает, что это какая-то физическая болезнь. Но я думаю, что Павел сознательно не конкретизирует этого. Именно не конкретизирует, потому что это место имеет наставительный характер. Он говорит, что у каждого из нас есть вот такое жало, есть то, что нас жалит и нас отвлекает от Христа. В начале 50-х годов Павел впервые сходит с корабля на Европейский берег и отправляются в путь по Игнатиевой военно-почтовой дороге, соединявшей Причерноморье с Адриатикой. В городе Филиппы Павел впервые столкнулся с греко-римской цивилизацией в чистом виде и впервые обратился с проповедью к языческой Европе. Потом апостол направился в Фессалонике, где его приняли не очень хорошо, после чего сел на корабль и отплыл в Афины. В Афинах Павел на каждом шагу видит статуи богов и языческие символы. Он идет на Агору, своего рода древний гайд-парк, где свободно выступают философы и ораторы. Афини не были очень суеверны. Некоторые подумали, что Иисус воскресший, по-гречески Иисус Анастасис, это два новых божества, мужское и женское, которые нужно включить в Афинский пантеон. Однажды странствующего иудейского философа Павла соглашается выслушать городской совет Ареапак, заседавший на Ареевом холме. В то время в Афинах было несколько философских школ. Древние афиняне очень любили проводить время в беседах о философии и религии. Для этого горожане собирались на Ареапаге в вечерние часы. И вот Павла позвали сюда выступить. Здесь, в самом сердце древнего язычества, апостол возвещает Эллином не чужое божество, а того Бога, которого они и сами смутно чувствуют. Вон там на скале табличка с речью апостола Павла. Он сказал Афининам, «Я видел в вашем городе алтарь неведомому Богу. Так вот, этот Бог, которого вы до сих пор не знали, но почитали, и есть Иисус Христос, Создатель и Судья всего мира, Который воскрес из мертвых». Услышав о воскрешении, афинские философы возмущенно зашумели и дальше даже слушать не стали. Непонятые афинскими интеллектуалами, Павел отправляется дальше. И в начале 50-х годов прибывает в Каринф. Крупный торговый город, который славится свободными нравами. Вот здесь был порт, куда Павел прибыл из Афин. Отсюда для христианства начался новый период, поскольку именно в Каринфе Павел создаст очень сильную общину, одну из самых важных церквей, которая станет образцом для подражания всем христианам. Каринф был столицей крупной провинции Римской империи Ахай, в состав которой входила Южная Греция. Здесь тогда жили примерно 200 тысяч человек. До сих пор сохранилось вот это возвышение, своего рода трибуна, с которой апостол Павел обращался к жителям Каринфа. Они собирались вот на этой площади для решения городских вопросов и для обсуждения новых идей. Именно здесь, в веселом Каринфе, Павел находит множество людей, ищущих веры и спасения. Поэтому он остается здесь надолго, на полтора года. Здесь апостол Павел учредил систему сбора пожертвований, так называемых лагий. Благодаря этой системе палестинские христиане могли получить помощь от христиан из Греции и из других мест, где проповедовал апостол Павел. Лето 57-го года апостол Павел встречает уже в Эфесе, крупнейшем городе Малой Азии. Толпы людей стекаются сюда на праздничные торжества в честь языческой богини Артемиды. Это действительно был огромный культ, которого не было ни в одном другом городе или даже ни в одной другой стране, потому что этот культ был богиней, которая построена самый большой храм в античном мире. Это был храм богини Артемида, который строился 200 лет. Ремесленники-чеканщики, торгующие сувенирными фигурками богини, поднимают настоящий мятеж против Павла и его проповеди. Апостол едва избежит расправы язычников, которые кормятся от культа Артемиды. Именно поэтому местные жители были такими большими противниками новых религий, потому что если бы сменилась религия в тот момент, что бы они делали со своим товаром, кому бы они его продавали? В Эфесе римское гражданство уже не в первый раз выручает Павла. Пригодится оно ему и в Иерусалиме, куда он возвращается после своего третьего миссионерского путешествия. Клеветнический слух о Павле вызывает волнение среди горожан. И только вмешательство римлян спасает апостола от расправы толпы. Оказавшись на церковном суде, если можно так сказать, на иудейском суде того времени, апостол Павел оказывается перед угрозой смерти. И здесь он не считает зазорным прибегнуть к такой хитрости, как бы мы сказали, напоминая о том, что он римский гражданин, что уже ему и раньше приходилось делать. И таким образом требует суда императора, поскольку каждый римский гражданин имел право суда у императора. Апостола Павла отправляют в Рим. Павел планировал побывать в Риме по пути в Испанию. Но теперь в столице империи его везут под конвоем, как арестанта. Часть пути проходит по морю, и корабль не раз попадает в шторм. Однажды в Средиземном море корабль несколько дней носился по волнам и в итоге потерпел крушение. Описывая это событие, евангелист Лука говорит, что в тот момент на борту корабля только Павел не потерял присутствие духа, и благодаря ему всем удалось спастись. В Риме Павел даже в заключении продолжает проповедовать. Это церковь святого Павла Алла Регала. Раньше здесь был дом, где Павел жил под арестом. При нем здесь всегда находился охранник, но арестант был относительно свободен и даже принимал посетителей. Под домашним арестом Павел занимается миссионерскими трудами. Именно в Риме он напишет свои знаменитые послания к эфесинам, филиппийцам, колоссянам. Судебное дело Павла было утрачено. После кораблекрушения оно оказалось на дне моря. Так что обвиняемый был, а обвинения не было. Но римские власти знали, что его дело было религиозным, что он не выступал против римских властей. Еще и поэтому с Павлом обходились так мягко. При императоре Нероне в середине 60-х годов Павлу предъявляют новые обвинения и отправляют в Мамертинскую тюрьму. По всей вероятности апостолов Петра и Павла казнят почти одновременно в годы гонений на христиан с 64-го по 67-й год. Традиция говорит, что Петр был казнен в городе как раб. А Павел вне города, за стенами, как римский гражданин. И он не был распят, потому что это была казнь для рабов. Скорее всего, Павлу отрубили голову мечом. Кот Могилы апостолов Петра и Павла станут местами молитвенных собраний первых христианских общин Рима. Позже там будут возведены базилики. Сразу же после казни тело Павла отнесли в ближайший некрополь на Виа-Остиенце. Позже император Константин построит внушительную базилику над этим некрополем. В 2006 году под алтарем храма на Виа-Остиенце ватиканские археологи находят каменный саркофаг с надписью Павел Апостол Мученик. И при помощи зонда изучают его содержимое. Кроме фрагментов ткани и золотой пластины там обнаружены частицы костей. Исследование проводилось целых три года. И оно показало, что эти останки принадлежат человеку, жившему в первом-втором веке нашей эры. было установлено также, что это мужчина, которому было 65-70 лет. В 2009 году Папа Римский Бенедикт XVI торжественно объявляет. Результаты тщательного научного анализа подтверждают, что в базилике святого Павла действительно покоятся останки апостола Павла. монти-фиасконе а тути огуроно бона феста дейсанты апостоли Петро и Пауло. Бона феста а тути вы. Апостола Павла не случайно называют основателем христианства. Он и правда во многом определил устроение церкви на долгие века. Павел поставил, если хотите, на язычников, на проповедь с язычников. И получилось потом так, чего тогда все апостолы не ожидали, что церковь стала церковью прежде всего язычников. Церковь из аудеев исчезла. И поэтому Павел так и актуален. Первое. Второе, что Павел впервые формулирует, если хотите, христианское учение на языке греко-римского мира, которое пользуется категориями греко-римской культуры, философии, литературы, доносит до каждого человека их, который выводит за пределы строгого иудаизма с его мистическими ожиданиями мессии, с его пророчествами, с его исполнениями заветов и так далее. Вот то, что было совершенно человек со стороны непонятно, как бы мы сказали запорочить, вот это все Павел преодолевает, выводя христианство на другой уровень понимания, приводя его на другой язык. Апостол Павел изменил историю Европы, историю всех народов, которым он принес христианство. Он показал, что не нужно становиться евреем, чтобы быть христианином, не нужно отказываться от своей культуры, от своего языка, надо только покаяться и изменить свою жизнь так, чтобы она стала воплощением любви Христовой. Пламенные проповеди апостола Павла не стихают даже спустя 20 веков, ведь и сегодня отрывки из его посланий читаются и в православных, и в католических храмах почти на каждой литургии. И только его, Павла, церковь приравнивает к Петру, называя 13-го апостола Первоверховным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова